Вот такая вот маленькая штуковинка. Это ядерная бомба, ребята. Давай! Давай заводись! Заводись, город! Заводись! Заводись! Копатели! Сегодня мы продолжим копать вот эту вот огроменную песочницу, но прежде я хочу вам дать пару лайфхаков. Как же здесь улучшить своё копание? Эээ, дружище, немножечко провед, иди. Понятно? Улучшить, усовершенствовать своё копание. Ну, чувачок, ну... И что же делает вот эта замечательная надпись FUN у меня над головой? И какие бонусы она даёт? Начну с надписи FUN. Это бонус от разработчика, который даёт нам 10% прибавки к нашим деньгам. То есть мы получаем записок на 10% больше денег, чем обычно. Чтобы эту замечательную надпись получить, вам необходимо подписаться на группу разработчиков. И тогда у вас всё будет в шоколаде. Переходим к первому лайфхаку. Многие про него знают, но не все, поэтому я решил о нём рассказать. Как мы видим, на каждом ведре, лопате, ну, в общем, инструменте, которым мы копаем, снизу нарисованы его характеристики. Допустим, данная лопата копает 3 песка за 2 секунды. А это 5 песка за 1 и 5 секунд. Но здесь нет ещё одной характеристики. Это расстояние, на которое может копать наша лопата. Если вы не понимаете, о чём я говорю, то сейчас вы увидите. Итак, вот я взял самое первое ведёрко, с которого все начинают. И нахожусь я на нашем замечательном пляже. Или, как я говорю, песочнице. Начинаю копать. Хоп, копнул. Долго, долго. Всё, один блок раскопал. Некоторые игроки бегут к следующему, чтобы его копнуть. Но это не обязательно делать, потому что наши лопаты обладают дистанцией. Вот, смотрите, о чём я говорю. Я просто навожу мышку на третий блок, который находится вдали от меня, и раскапываю его. Теперь могу четвёртый копать, и при этом я стою на месте и ничего не делаю. А также и пятый могу спокойненько раскопать. Если вам не нравится копать в длину, то можно и в глубину. В чём проблема? Просто берём и копаем. А теперь самая важная деталь. Все лопаты имеют свою дистанцию. Самая начальная лопата, это наша ведёрко, имеет дистанцию в длину 5 блоков. Давайте возьмём другую лопатку. Ну вот, допустим, вот эту вот. Вот, встаём на то же самое место и пытаемся достать до дальнего блока, до которого я не смог достать ведёрком. И как мы видим, мы можем спокойно его достать. И можем ещё и дальше. То есть данная лопата копает на 2 блока в длину дальше. Ну и, соответственно, на 2 или на 3 блока в глубину дальше. Что же нам это даёт? А это нам даёт, если вы копаетесь с кем-то. Допустим, вот я спускаюсь в пещеру какую-нибудь там, да. И как мы можем видеть, сверху очень много сундуков, которые ещё никто не открыл и не нашёл. Но мы можем воспользоваться нашей третьей характеристикой. Дистанции лопаты. И спокойненько достать эти сундуки. Например, просто навожу на сундук и вскапываю его. Хопана. Также могу и этот скопать, но этот ближний. Также могу и вон тот вот достать. И вон тот вот достать. И... нет, дальше уже дистанция мне не позволяет. Давайте попробуем взять другую лопату. Сейчас я взял всеми нами любимый пылесос и посмотрим, какая же дистанция у него. Как мы помним, мы не могли достать вон тот вот сундучок. А теперь с этим пылесосом мы это спокойно можем сделать. Даже ещё выше, на несколько блоков подняться. Ну, да. Там уже... там уже слишком далеко. Тогда попробуем с этой стороны. Вот есть. И тут тоже есть. Шикардос. И там тоже есть. И вон тот вот я могу достать. Вы только посмотрите, какая хорошая дистанция у него. У этого пылесоса. О, ну я стал богат. В общем, ребята, вот такие вот дела. Это был первый лайфхак. Теперь переходим ко второму. Ну, второй лайфхак подойдёт тем ребятам, у которых маленькие чемоданчики, и который только начинает играть в этот замечательный симулятор. Что же он из себя представляет? Мы встаём возле бунгало, где сдаём песок, и просто не отходя от этого места, начинаем копать. Тем же методом, который я и показывал в первом лайфхаке. Что нам это даёт? Если у вас маленькая сумочка, маленький рюкзачок, вы просто можете никуда не отбегая сразу же продавать песок. Вам не нужно париться. То, что у вас 10 единиц песка вмещается в ваш рюкзак. Или 50, или 200. Вы просто можете, не отходя от бунгало, сразу же сдавать песок. И не нужно в данный момент париться о том, что у тебя рюкзак сейчас забьёт, и тебе придётся подниматься, а потом опять спускаться. В общем, никакой муторги. Это два лайфхака, которые мне показались наиболее полезными на этом плейсе. И ещё один вопрос, постоянный вопрос от подписчиков. Зачем же я качаю ребаф? Это вот такая вот штука. Вот так вот она называется. Возможно, я её неправильно прочитал, но не столь важно. Важно то, что эта штука, она довольно дорогая. Я уже прокачал её 5 раз. То есть каждый раз, когда я её прокачиваю, я иду сдавать песок и получаю на 0.5 больше песка, чем обычные игроки, у которых это не прокачано. Вот смотрите, вы можете даже это элементарно проверить. Я сейчас пойду и вскопну всего лишь один блок, который состоит из 5 песка. Вот я её вскопнул, иду сдавать и получаю 96 баксов. А теперь просто пойдите в плейс, копните один блок и посмотрите, сколько же вы получаете. И я вас уверяю, вы удивитесь. И возможно, тоже начнёте качать вот эту вот штуку. Но прежде чем нажимать вот на эту кнопочку, не забывайте, что в вас сбросится весь персонаж. И вы начнёте с самого нуля. На данном этапе я добрался вот до таких вот лопаток. Они очень крутые, я вам сейчас покажу, как они копают. Смотрите-ка. Просто как мельница, фигарю этот песок. И даже чёрный песок я копаю с очень большой скоростью. Но двойные совки, это ещё не предел мечтаний, потому что здесь есть ещё и вот такая вот дрель. Но на неё копить, конечно, очень-очень-очень много. Но и это не предел моих мечтаний. Здесь есть ядерная бомба. Ух, какая она сладенькая. И стоит она 1 миллиард долларов. Да. То есть 100 миллионов. Но ничего, я до неё тоже доберусь. И покажу, как она работает вам. Му-ха-ха-ха. 48 миллионов. И я купил на них этот корабль. Хе. Да не, шутка. Я хочу пойти на свой остров. Сейчас мы теперь партнёмся туда. Купим здесь дрель. За 48 миллионов. И посмотрим. А, на 45 было. Ну ладно, 3 миллиона. Будут так, на балансе. И посмотрим, насколько она крутая. Достаем. И прям по центру. Ого-го-го. Подожди. Нифига себе, как она быстро копает. Ладненько. Просто наблюдаем, как... И с какой скоростью она копает. По-моему, она копает 2 блока. Мне не нужно 2 блока. Мне нужен только 1. Вот так. Всё. Сконцентрируемся только на одном. К сожалению, никакого звука, как эта дрель, работает нету. Только звук вскапывания. Но дрель, она же не копает. Она же бурит. По большому счёту, это даже не дрель. Это бур. Так, мы добрались уже до белого снега. Здесь есть ещё тайная местность. Я до неё докапывал. Тайная местность, это синий светящийся песок. И там есть такие огроменные красные и тёмные сундуки. Они прям очень дорогие. По 3 косаря дают. Я прям хочу до них докопаться и собрать таких пару штук. Ооо, входим в подкорку. На самом деле, мы очень быстро сейчас его пробурим. Доберёмся до чёрненького. Чёрненький мы тоже очень быстро пробурим. Там уже будет красненький. С красненьким придётся немножечко повозиться. А потом уже и синенький. Тайный песёчек начнётся. Так что, не переключайтесь. Мы сейчас докопаем. На самом деле, пока я копал этим буром, я понял одну вещь. То, что если ты копаешь 2 блока, это намного быстрее, чем ты копаешь 1. Вот смотрите. Я копаю сейчас 1. А если я начну 2? А вот так вот я копаю 2 блока. Это получается, что я скапываю двойной туннель. В 2 раза быстрее, чем я копаю 1. Вот это скорость. А вот и красненькая пошла. Вот они. Вот они новые сундуки. Красные, огненные. Так, сейчас попробую собрать. Оп. 2 тысячи мне дали за него. Но есть ещё и тёмные, светящиеся, горящие. Я не знаю, как это ещё назвать. Они будут чуть ниже. Они уже будут давать намного больше денег. Ну, в принципе, тут и так понятно. Чем глубже ты копаешься, тем больше сундуки денег тебе и дают. Оуу, еее. А вот и синенький, таинственный песочек. Значит, здесь скоро должны быть таинственные сундуки. Огромных размеров, которые дают очень много денег. Где же они, где же они? Так, надо вначале подняться, всё это дело сдать. И потом продолжать бурить, бурить. Оуу, сейчас меня загипнотизирует. Оууу, наконец-то. Гиперпрыжок. Как я себе ещё ноги не отбил. Оуу, оуу, какой он волшебный. Магический, таинственный. Так, надо, надо, надо прокопать. Надо прокопать вокруг. Хочу посмотреть его получше. Сейчас. Давай, вкапывайся. Стопэ, стопэ, стопэ. Блин, какой он здоровый. Интересно, сколько в нём денег. Давай же посмотрим. Пока коллапс. Три тысячи денег. И наступает коллапс. Блин, блин, блинский. Ну как так? Я только накопал до синего песка. Ну вот. Итак, мы находимся на 998-м блоке. 999. И тысячный блок. И, к сожалению, всё. Больше ничего нет. Дальше только синий песок и его бесконечность. Ждём новых обновлений. Ясненько. Кстати, чем ближе к тысячному блоку, тем больше вот таких вот огроменных сундуков появляется. И стоят они здесь уже по 4 тысячи долларов. О, коллапс. Ну, зато я успел до тысячи блоков копнуть. Та-да-да-дум. 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 О, да. Сто миллионов. И я тебя сейчас куплю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Экипируем. И сейчас посмотрим, как она бомбанёт. Так. Вот такая вот маленькая штуковинка. Это ядерная бомба, ребята. Что же она умеет? Кидаем. Ой, не туда. Ну-ка, как взорвётся? Эх, даже спецэффектов никаких не было. О, заряжаем. Хопа. О-хо-хо-хо. Вот это мощно. Интересно, а как она в глубине будет взрывать? Вах-вах-вах-вах. Так, ну-ка, пойдём-ка, пойдём-ка на большой остров. Так, а как мне оттуда выйти? Никакой кнопочки нет. Эй! Блин, блинский. Ладно, придётся тогда здесь. Так. Короче, получается она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть блоков за раз сносит эта ядерная бомба. Скучновато, скучновато. Думал, будет намного эпичнее. Сейчас пойдём на основной остров и посмотрим, что там будет. Так, здесь уже немного кто-то покопал. Ну что ж, попробуем, попробуем, скидываем. Смотрим отсюда. Да, да. Ну, в принципе, в принципе, побаловаться можно. Посмотрим, что теперь будет на глубине. Это, конечно, всё хорошо, что ты большое количество песка сразу же взрываешь. Но вот, я даже не знаю. Наверное, то, что она так долго заряжается, это вот минус её основной. Хотя, если быть на дне синим песком, возможно, эти ядерные бомбы себя проявят. Ну вот, мы добрались и до чёрного песка. И посмотри, как здесь эта ядерка разрывает. Сколько здесь сундуков. Просто жесть. Это просто капец. Офигеть. Это прям клад для пирата. А теперь я вам покажу, как она здесь разрывает. Смотрите, кидаем. Вот здесь вот начнём. И просто этот чёрный песок сейчас будет разлетаться вообще по сторонам. Единственный минус, это у меня очень маленький рюкзачок. Он очень быстро заполняется с этой ядеркой. Ну вот, ребята, мы и добрались до красного песка. Здесь уже один блок, это 5000 песка. А я вам напоминаю, что наша ядерная бомба может скапывать 2000 песка в секунду. Ну вот, сейчас мы это и посмотрим. Как же она будет справляться с красным песочком-то? Немножечко кинул. И уже сразу заполнился мой рюкзак. Я вам и хочу сказать, что эта бомба справляется неплохо даже с красным песком. И я уверен, что она будет справляться неплохо даже с синим. Вы только посмотрите, какое она тут ями ещё сделала. Ух! Жарень, жарень! Да так можно куда угодно докопать. Слушайте, мне так нравится работа подрывника. Особенно с такой бомбой. Это просто мечта. Ну что, ребята. Я думаю, что на этом стоит закругляться. Очень сильно мешает табличка моего рюкзака, что он переполнен. Но я ничего с этим не могу поделать. Покупать за рубаксы рюкзаки я не собираюсь. Очень дорого. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам этот видос был интересен и полезен. С вас лайк, комментарий и подписочка, если вы ещё не подписаны. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Удачки. И до нового видосика. Бум-бум-бум. Фикадака. О, да. Как же мне это нравится. Субтитры сделал DimaTorzok